у меня какого-то хрена сеттинг не менялся по-моему а может и да тоже тут разберет блин чурю чумба чурю чумба так что происходит блин техника не подводи меня в самый ненужный момент дорогие друзья дешевые враги так где моя топовая картиночка для анонса я ее искал минуты 3 а Картинка и правда топовая Ну как бы да, ну там все как бы Спинусами, ну спинусами Ну спинусами как-то не это, да? Мара вообще, конечно, фаворитка, я смотрю Урул 34 артистов, конечно Колда не настолько популярна Ждем триумфальное возвращение Мары В сиквел, я надеюсь И Искра тоже, конечно, Искра в розовых Да вообще весь контент, просто честно говоря Реюзайте весь контент, два года поддержки По одной карте из первой части Я вообще в деле, дорогие друзья И что-то еще хотел сказать, да Мара и из Cold War Как ее звали, я имена не запоминаю Но тоже, конечно Катрин Уиткер Что-то такое, да, как бы Кейт Бишоп Что-то такое, да Дорогие друзья Мы Мы тут, блин Сейчас, через полсекунды Ал секунды, через полсекунды Ал секунды, я прощу вас Дорогие друзья Используйся, да, как бы полсекунды прошло так а вот последний день беты ребят сугубо честно говоря не для того чтобы потому что мне нужно прокачаться до 30 уровня чтобы получить так как в этом отвратительном интерфейсе что-то я прям как-то немножко соленый на самом деле по поводу игры интерфейс просто трындец вот эти вот все вкладки многослойность тут открываются всякие штуки из них вываливаются новые штуки просто трындец я надеюсь не но это уже не справит это конечно явно явно сделано для телеков но уровень моей юмористической игры будет на том же тут тут есть значит верхний вот эти флав ага еще вот такая выпадающая это первый раз вообще вижу господи иисусе не но это уже не справит так она останется короче такой в стиле иксбоксовского стиле иксбокса да сверху будут новости потом видимо новые плейлисты значит вниз прокручиваешь мацход чё 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 хорячо чё почем потом еще вниз типа чтобы переключиться в вар зону здесь я надеюсь будут еще другие другие и только вот отсюда возможно можно да тут новые плашки опять же все все в плашках просто трындец все в плашках кастомизация вся в плашках мне не нравится слушайте мне не нравится в мв в первом интерфейс был лучше это магазин или сама игра это этот вопрос может задать только новичок потому что call of duty как известно это и есть магазин ты сюда приходишь не для того чтобы максимум для того чтобы battle pass прокачать мне не нравится вот этот оружейный ящик как в нем лежит оружие потому что это блин выглядит просто да еще и поломано ну ладно бета не будем придираться ну блин выглядит сиротлива но серьезно то есть по сравнению то есть ты как бы перемещаешься вот твоя выкладка она вся лежит до перки твои лежат ну в первом мв лучше было сейчас типа ну опять же бета не будем придираться да но чем я чем я еще modern warfare loadout короче я пришел уровень немножко покачать потому что там за 30 уровень скин дают и решил по этому поводу еще и еще и игру врубить да еще и стрим врубить слышь ты штриба надеюсь все зрители данной трансляции официально будут демобилизованы в связи с перевыполнением обязанности воин капец мы все смешны ну то есть вот это это интерфейс первой части loadout в первой части но он более цельный то есть у тебя все лежит оружие твои твои клейморы все лежит все видно этот интерфейс с этими плащиками но мне в основном оружейный ящик не нравится честно говоря то есть это как бы реализм но блин да мне конечно фиг знает фиг знает ну ладно этими то есть по факту вот здесь все у тебя лежит отдельно граната отдельно loadout короче мелочи это все мелочи дорогие друзья вайфу в бете всего одна я это все уже на самом деле говорил вне видео которое естественно как обычно не вышло у меня уже по колде не вышедших не видео внутри наверно одно по кул двору одно по варзоне одно по бете с ps5 это просто трындец ну надо хоть одно доделать ужас какой-то ну надо хоть одно доделать серьезно да что-то дергается дергается кабура видимо вайфу потенциал ну нормально тут можно конечно замел симвы клоунады пока мало честно говоря вся клоунада это кстати прайсе не узнал я только в конце зазнал это видимо за предзаказ вот такие вот супер черти это прайс кто не узнал прайса это прайс не буду а у нет а у нет спасибо что не посмотрела не задонатил к фара ну в общем немножко клоунаду уже к сожалению добавил гоуст просто охеренный честно говоря гоуст и женщина гоуст женщина гоуст это оказалось фара вообще для кого это все говорю никто ничего не знаю это соуп между прочим и соуп тоже прям веселые ребятки я надеюсь они по сюжету тоже наряжут нарядятся вот в такие вот веселые маски кроликов и алкоголиков и тоже пойдут разламывать лица конечно на напоминает моменты из последнего сезона 24 когда джек бауэр тоже бронированную маску надел и прям пошел короче вайфу потенциал пока вот так клео здесь мы просто берем огромного мужика как я пошутил вне видео я конечно прогрессивный но не настолько вот примерно настолько возможно одну однажды видит поэтому вы видит выйдет поэтому я просполерил шутку из погнали ёптель фильтры team this match domination посмотрим все режимы что-нибудь покачаем что-нибудь покачаем занавеска это малыш крюгер из первой части нет тут нет операторов из первой части по моему ну первой части за чела занавеска я не играл но вообще оперативники неплохие то есть пока я говорю о анального шапито то есть не подожди значит у нас есть блядский цирк и анальное шапито и какая-то еще клоунада попрошу не путать пока выглядит норм вообще пока выглядит норм вот это просто нереально крутой чел ждем конечно возвращение блин как его зовут русского ты из первой части самыми смешными скинами а я всегда нажимаю нажать кнопочку старт слушай это какой-то трындец просто я счет ну я счет нажимал чё с интерфейсом блин чё я нажимал а нажимаешь quick play то есть ты как бы уже все вот на кастомизировался такой сидишь до ругаешься на интерфейс выбрал режимы типа такой нажал на дополнительную вкладку открылся еще одна вкладка тут на выбирал типа ладно допустим нажал quick play и все нет нужно еще старт нажать что и горда и гор руки выгибаются слушайте ну я надеюсь что конечно к релизу поправит но чё-то честно говоря релиз через месяц поэтому не факт не факт чем анальное шапито отличается от блядского цирка а одно из них отличает у меня бы была смешная как бы теория но я уже забыл одно из них это визуал а другой геймплей поэтому как бы главное чтобы они не пересекались это просто скины ли персонажи с абилками нет здесь нет персонажей с абилков с абилков до абилки если так считать то абилки это типа field апгрейты то есть у нас есть у нас есть пушка у нас есть доп пушка кстати поставим прокачанный пистолетик забыто уже забыто автомат посмотри на этот прокачанный забыто пистолетик там конечно все лагает ранец ну field апгрейты то есть поход тихо 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 надо прокачаться на mp5 и нас уже закинул в бой капец громко надо тише во-первых будьте благодарны во вторых не было такого в третьих звук просто трындец звук охрененный вэпон инспекты уникальный на всех оружиях мы прокачиваем вот эту парашу чтобы я сейчас буду показывать я на самом деле тут джек фрэкса посмотрел видели видели пульки пульки в обойме дорогие друзья пульки пульки в обойме пока бы эту просто щупаю да ну блин как покупать на казахстане видимо оставили одну пульку и вообще ничего я пустой потому что она уже в стволе но она типа как это называется вы сейчас меня убьют конечно нету 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 пулек на то 2 оставить чтобы одна была а ну я так счастлив я так рад у меня один патрон убить даны твои отча адаме надо смочить ставки а можно и ставки в принципе дачу можно и ставки короче вот эта вот система здесь с одной одной моделью пушек мы как бы типа прочим нам нужно прокачать вот эту полуавтоматическую чтобы получить mp5 блин очень сильно понерфили айрон сайты то есть без прицела так подпрыгивает прицел это какой там трындец мне в целом нравится геймплей мне не нравится карты но графон примерно такой же остался карты по ощущениям пока те чтобы эти хуже чем в первой а так по геймплею мне так мне по геймплею все более-менее нравится у меня есть ингалятор для астмы тебя про начинают вообще не по-детски штырить но если конечно бежим когда перезаряжаешь пулькой ствола пропадает должно быть 21 слушай ну да мне кажется в какой-то части можно было дозаряжать да нормально беретка полетела беретка от девочки короче смешные впечатления но все-таки в более позитивную сторону честно говоря я думал хуже будет бегаешь медленней ттк пока подкат убрали есть подкат есть прыжок дельфинчиком вот так ну это конечно третьего лица нужно смотреть нужно какой-нибудь это в окошко какой-нибудь честно говоря не помню в какой части появился прыжок дельфинчиком в гастах возможно но на начать дни не используя есть еще да на запрыгивание на запрыгивание на возвышение типа ты повисаешь вот так пока самый пока самое полезное что я прыгал с захватом за укрытие это типа я убивал челов которые так висели потому что они не успевали анимацию ставим ноль егоров из 10 ну пока конечно не ну егора не будет видимо в сюжете потому что я даже не помню его его убили там не убили переключи режим стрельбы а слушать это чё багуля what the fuck это же наоборот одиночные включается чего спасибо ну ладно вот я думал как карабин ну там м-ка есть типа карабин дорогие я чё блин я дурачок багуля в колде нет беты ну сложная вообще тема мне кажется в ангарде наверное была самая по моему в ангарде была нормальная бета не было никаких проблем честно говоря в бете так у меня шприц нифига это не шприц забавная электрическая ловушка из black ops а ты если она от тебя самого три братан конечно не дал показать ты ее сам можешь триггерить и ты начинаешь автоматически стрелять тебя особо не станет блин ну хоть казнил бы меня тогда включая по пластиковым столам игрушечным звуком из оригинальных mv1 и 2 блин я очень долго мечтал о ремастере modern warfare 2 и мультиплеере и вот утятки тоже я зашел в паблик колды в вк все утятки просто ноют и просят mv2 ремастер но по факту конечно же колда 19 года и была ремастером 2 в плане мультиплеера почти все золотые карты были добавлены как же блин подпрыгивает оружие это просто трындец короче можно стригерить свой электрошокер и ты начинаешь бесконтрольно стрелять это довольно забавно подкаты больше не имба но имбой были не подкаты имбой был слайд кэнсел так но мы выигрываем нормально но я позже присоединился не считается хватит петь цифры я гуманитарий что они означают мэйсон так блин я проиграю нормально понял лайв стрим с gopro это смешно ну ты посмотри как доводочка то у консоли холопа работает ты видел прицел просто приклеился я не знаю как они так играют я с геймпада два раза попробовал на ps5 у меня счет был типа 00 как ты без в пн играешь включаешь в пн она появляется в стиме заходишь выключаешь в пн вот вот такая наша жизнь мина килл стрик кстати не ну блин килл стрик мина нафига блин а чё за багули я думал она одиночными стреляет ну то есть как бы здесь это все да комплекты все дела я думал он так одиночными стреляют ну ладно так ничего нету ну не понятно вот это все ну тут открывают эти тут опять же на бету почему на каком уровне какому уровне открыта где посмотри на любом уровне открывается тут какие то есть по-моему обвесы которые открываются только если ты другое оружие тут по вот прогрессия то есть это типа наше семейство оружие ну я думал это полуавтоматическая вот это автоматическая вот mp5 вот пулемет вот вообще не знаю что снайперка. Как в танках. Ну, чисто как в танках, да. Да. Поэтому я думал на полуавтоматическое. Что за бред? Ну, ладно. Так, нам бы... Ничего нету. Ну, ладно. Так, там сток открылся. Рикоил. Ну, ладно. Без разницы. Пока. Пока без разницы. Опять же был выбить таблетки. Неужели стрим каждый день? Ой, это же карта говна. Еще и Team Deathmatch включен. Ой, карта говна. Ооо, он у меня ищет. Ну, ладно, ну, ладно. Слышал, да, слушал. А зачем? У меня модерн хурдур есть. У меня... Есть режим хардкора, как в старых. Режим хардкора во всех частях есть, поэтому... Опять же... Мне не особо понятно, зачем нужен режим хардкора с таким уже ТТК. То есть, ну, ты будешь вообще с одного выстрела умирать. Есть, да, во всех частях есть. Ну, то есть, в бете нет атаки. Ну, она уродливая. Я понимаю то, что это музей. Возможно, это реально существующий мужик. Ну, она просто отвратительная. Она еще и огромная. Моя единственная надежда, что 10 на 10 будет нормально. Ну, это просто какой-то трындец. Она открытая. Огромная. В Тим Дэс Майн... Ой, как мне не нравится эта карта. Я на ней три раза играл. Или два, конечно. Мало. Рано судить. Но зато, дорогие друзья, если вы подойдете к цветочку... Он пригнется, типа... Вау! Не зря купил PS5, GeForce 4080. Это вот это вот все. Похоже на карту из Crossfire. Похоже на карту из любой плохой игры, я бы сказал. Потом... Ну, хрен с ним, с визуалом. По-моему, просто лей-аут еще как бы парашен. Ну, это такое уже. Да, мы будем смотреть. 6 на 6. Трындец. Бегаем, как дебилы. Найди врага, попробуй. А вот тут... Да-да-да, еще к этому. Ага, у меня опять одиночные. Спасибо. Фанатка Love Duty жалуется иноид. Ну, это же... Нет, жалуется иноид, но продолжает играть. Ну, во-первых, это бета, то есть, поэтому... Я делюсь своими впечатлениями. Это во-первых. Во-вторых, это же любовь. Абьюзивные отношения. Любишь, ругаешься, бьешь, но продолжаешь как бы... Ну, ты, конечно, человек-дельфин прям, да. Это что, враг? А где... Да это враг, реально, прикинь. Я смотрю, ника нету. Ну, возможно, потому что я просто ингалятор, как бы, хопнул. Ну, вроде нет. Ау. Хардпоинт, самый веселый режим. Да, сейчас пойдем, сейчас пойдем в другие. Это так, чисто для разминки. Не знаю, зачем я Team Deathmatch включил. Никогда Team Deathmatch не играю, конечно же. Ну, одиночным это повеселее, конечно, топается. Чисто увидел тень. Чисто тень увидел. По-моему, они в этой части просто... Это к чему вообще все жалобы? Они напирают на... Блять. Визуальную читаемость. Они убрали, типа, весь визуальный мусор. Такой прям валорант от мира колды. Ну, не знаю. Зато звук хороший, и пушечки бахают. Надо, конечно, шприц поставить, а не вот это вот все. Бэм, сучара! Нет, сучара! Может, они хотят сделать киберспорт спустя только лет. Ну, кстати, это забавно, потому что здесь карта опять МВшная. Карта, на которой не отображаются красные точки от выстрелов. То есть тебе не нужен глушитель. Но при этом в мульти... Но при этом в кибер... Я убил? Окей. Но при этом в киберспортивных матчах они оставляют старую карту. То есть все срутся. Мне пофигу, честно говоря. Я не люблю вот эту глушительную мету. Приходится всем в итоге бегать с глушителями, поэтому... Я какой-то вообще сумасшедший. Именно в плане Modern Warfare. Мне все изменения нравятся. Не знаю, наверняка уже про это говорил. Убрали на корпусе красные точки. Ну да, да, да. Вот это вот. Мне нравится, мне нравится. Отход и отглушительные меты. Убрали голосование за выбор следующей карты. Поэтому на всех картах играешь. Но, к сожалению, придется вот на этом отвратительном говне играть. Поэтому, да. Апсо... Кто у тебя, братан? Откуда у тебя? Круз-миссл! И бой. И... Сидж, но быстрее. Ну, учитывая, как он замедляется и замедляется, это реально все больше и больше похоже на Сидж. Короче, сидим радио скиночков беты качаем. Угу. Особенно учитывая то, что, возможно, донатить из России не получится. Ну, как ее? От шприца поставить. Короче, я не договорил по поводу киберспорта. Колда каждый год меняется, поэтому сложно вообще киберспортом. Именно... Это такая игра-сервис, которую каждый год нужно покупать. Типа, как Вов, да? Ну, не знаю, блин. Все-таки киберспортивный аппил. Все играют в киберспорте же... Аим, Аим подъехал. Все играют в режим с бомбой, типа. Поэтому... Не знаю, мне не очень интересно. И смотреть на это. Вдохнем. Да кто? Дурачок, блин. Эта часть вроде на два года будет. Я очень надеюсь, что она будет на два года, потому что сколько можно вообще? Очень хотел Modern Warfare два года поддержки. Твои. Ушечка ничего такая же подпрыгивает. Все нормально. Пальчики на руке качаются. Туннельный синдром не пройдет. Спасибо большое. С возвращением, отец. Спасибо большое. Ну про... Ну привет! Ну привет! Что это за говнище? Графон хуже, чем в первой. Ну серьезно. И не только в этой карте. Я не знаю, чем они думали. По-моему, это одна из самых уродливых карт вообще в истории колды. Я не... У меня... Чего за Майнкрафт, блин? С кого там звук течет? Нет, репортплеер не надо. Ой, я не знаю, видео не сделаю, не сделаю, не сделаю, не сделаю. Я тоже записывал на PS5 вот так вот сидел, орал, визжал. И у меня звук записывался то ли через геймпад, то ли что. Меня просто кто-то спрашивает. Братан, ты че там, с кем ты разговариваешь-то? Я не понимаю. Типа, ой, такая стадоба. Где ты? Эх, надо было переключиться. Так. Ну, 20 патронов, там магазин на 50 есть, поэтому все нормально. Путать, путать обойму и магазин мы не перестанем. Ты тут... Да, конечно, что ты тут. Да рахуй-то мой человек. Ну, не знаю, дельфинчиком, честно говоря. Ну, красиво это че, да. Можешь, когда и пригодится, хрен его знает. Да вроде и нормальная карта, может, бегаешь. По лояуту, может быть, просто. Но это Team Death Match, по Team Death Match судить. Так, нам надо три убийства, выиграем и пойдем в нормальные режимы. Нормальные режимы это для начала доминейшн. Нормально. Батя, кое-как, но на первом месте. Что этот вейп дает? Он там регенит, спринт бесконечный и что-то еще. Объективно выглядит нормально, если бы не каждый год. Ну. Ну, каждый год, да. Можно не покупать каждый год. Вот мне в вангарде все нравилось. В вангарде отличные карты. Не хватает здесь, кстати, частичной разрушаемости после вангарда. Но то ли сеттинг отстойный был. Я не знаю, что было с вангардом. Как ты купил кого-то аккаунт? Пока открытая бета, ребят. Не знаю, как буду покупать, честно говоря. Мне подарили, добрый человек подарил в батлнете. Но в батлнете из России, к сожалению, она не активируется. Поэтому, возможно, через Казахстан. Учитывая то, что есть Activision аккаунт, возможно, через Казахстан как бы купить и особо не париться. Так, нужно отменить. Разок в Domination сходим. Слышь, ты штриба. Куфиня! О! Я иду на бамбас. Там графон топ. Люблю тебя. У меня есть открывающийся кулант с твоей фотографией. Храню его. Спасибо, спасибо. У-у-у. Главное, чтобы читаков не было. Читаков презираю. На. Спасибо. Если не иронично, то чё, удачи чё. Дайте мне чё-нибудь. 13. А, вот на 13 уровне. На 13 уровне. Блин, я не слишком сведущ как бы в МП штуках. Графон того не стоит сообщения в чате. Чу-у-у. Чу-у-у. Как тебе исполнители? Топ-1 можешь не ставить. И так понятно, что Клео. Мне нравится. Блин, ну по-моему более всё-таки. Они немножечко уже васянские. Вот эти вот все люди с клайморами вместо шлема. Ну нормальные исполнители. Но опять же, в первой части. Блин, ну это всё утиное, конечно, мышление. Потому что год сидел. Да. Очень грустно. Особенно после Божественной Лиги Легенд. Важное мнение. Дай хрюк. Понял, что это нужно прям сидеть смотреть. А чё мы на бета уже? What the fuck? А чё мы на бае? А чё мы на бае? Чё мы на бае? Чё ты не котлю, а дай, раз за буром нам. Чё котлю. А чё мы на бае? А чё мы на бае? Так мне надо шприц поставить. Колдая без шприца, конечно, деньги на ветер. Ну вот эта карта уже поприличней. Хотя, опять же. Не знаю, сколько раз это ещё за стрим прозвучит. Но базар из первой части мне больше нравится. Он более вытянутый, более большой. Просто, возможно. Я карты по визуалу сравниваю. Да, типа здесь восточный базар. И там восточный базар. Нормальная карта. Компактная, опять же. Я люблю 10 на 10. Я люблю, чем больше мяса, тем... Тут есть наземная война в бете. Поэтому мы сходим, посмотрим. Как вообще-ка? Очень хорошее позиционирование звука. А, понятно как. Харкор-режимы доступны или нет? В бете нет. Вообще, да. Но смысла я в них не вижу, конечно. О, нифига себе, я его не видел. Да хватит. Ты в одном наушнике, да? Я в одном наушнике. Да можно и в двух, чем мне это как бы... Мой раз... Мой раз... Ну я еще громкостническую сделал. Я там 80 поставил только. Очень хорошо слышно, когда за спиной кто-то топает. Реально есть смысл. Там, по-моему, появилась настройка скорости... А, кстати, метки есть. Да, я не помню на какую. Я не знаю на какую. Так. Че-то я... Че-то я поплыл. Не, я буду в одном играть на CESL. Все-таки развлекательный стрим. Пофигу, да. На колесике. Да, да, да. Но в целом... Moving here. Да чисто... Чисто варзоновский. Я замьютить хотел. Меня убили. О, нет. Ну у нас там что-то все насасываются. О, нет. СБММ. Батю закинуло. И он ничего сделать-то и не может. Время жаловаться. Так, че нам? Бэшечку-то надо взять. Бэшечка была взята триумфально. Блин, накинуло на кибер-катлет. Каждый... Каждый раз одно и то же. Чтоб карту знать. Я здесь пройду? Нет, я здесь явно не пройду. Батю закинуло к дедам. Сейчас, сейчас. Дыхнем живительной вот этой вот жижи, на которую... За которую баскетболистку там на 20 лет арестовали. Немножечко вейпаться. Чего я решил, что они оттуда пойдут вообще? Здесь есть дырка? Здесь нет дырки. Там это есть? Седьмой уровень. Нужна МП5. Хотя с такой скоростью бега, как тут, блин, бегать с МП5, фиг знает. Ты чё бегаешь, говорят. Ну я вообще в колду привык бегать. Ну, конечно, с такой медленной колдой, реально. Всё ближе и ближе к иншорженсе. Тапнул, суку, без гандон. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ну мне, честно говоря, пушка не очень нравится. Она прям очень медленная. Но вот теперь проблема Теперь нельзя просто МП-5-то взять, я так понимаю Нужно прокачивать то, что тебе не нравится Потому что у них одна платформа А систему вот в чате спрашивают про систему прогрессии аттачментов Я вообще не понял, короче То есть мне нужно тоже Я не могу все открыть на этой пушке, пока другие не прокачаю или что? Что-то я прям насасываюсь вообще турбо жестко Но она очень медленная Но я и карты не знаю, справедливости ради А можно сегодня вообще? 20 патронов, блин Как-то вообще пробежать Отрицательно побеждает Нет, ну у нас пока более-менее две точки, поэтому Можно просто сидеть где-то здесь, тусить около Б Делать штуки Капец она с винчестером Ой, из окошка хотел дельфинчиком, блин Еще раз, побежали, побежали, побежали Чай дельфинчиком из окошка Вообще красиво будет Дельфинчиком из окошка Дельфинчиком из окошка Человек лежит или что? Отбиваем Переработали систему перков Мне нравится, мне нравится Самые сильные перки Всякие вот эти гасты Когда тебя БПЛ не видят Теперь по ходу матчи открываются По-моему, прикольно Так, это метка А, теперь Нет, это не метка, это человек Еще? А, ну все в метках, понятно То есть теперь, блин Тума сойдешь вообще Так Ничего не видно Мы посидим здесь пока Патронов нету Хотел кого-нибудь ла-ла-ла-ла Хотел кого-нибудь казнить Рагдоллы Блин, вот честно Честно говоря, рагдоллы Я не понимаю в чем прикол То есть, ну реально Нельзя сделать В 2022 году Систему Скелетную анимацию Блин, эйфории Движок физический Чтобы у тебя просто Трупики В воздухе ручками не размахивали В чем прикол-то? Надо, конечно, контр-UAV сбивать Но я Я не такой игрок Так, мы Ну нам две точки надо, да Мы, конечно, выигрываем Помидоры, помидоры Пифчан не ломается Все по реализму Потому что По-моему, в МВхе Помидоры на рынке Разлетались Да, за стены Можно цепляться, пишут Ну, можно, но Я бы сказал Для Warzone тоже Фича То есть тут Я помню Я читал сливы Про первый МВ Когда вышел первый МВ И никакой Warzone Еще не было То, что это очень проблемный режим И, возможно, вообще отменит То есть разработка идет плохо Никому не нравится Но потом-то Warzone выстрелила Пока ее В парашу не скатили Так что Вторая часть явно Нормально я выбежал Вторая часть Явно уже изначально С прицелом под Warzone делается Мувменты и прочие радости Попроси кого подарком Тебя отправить В стиме из Казахстана Или Европы Я сам себе Пытался отправить Нет, если кто может Я только знаю Триндец вообще Ужасная пушка Ну, по крайней мере В такой сборке Надо без приклада И прочей радости Да Очень медленно Пишет Вы не можете Отправить подарок Потому что стоимость Очень сильно различается Для региона Не знаю Может быть и только у меня так Но у меня голый был Казахский аккаунт Поэтому фиг знает Так, ну это Это легендарная Просто Я хочу Отходил Очень прикольные флешки Нормально Натапал, блин Ну я не тапаю технически Я просто стреляю Можно только с Европы Дорогие друзья Мне кажется Этот стрим Достоин Волт Эдишн Калавдюди Хурдур Все сезоны В составе покупки Ау Почему нельзя было Первую Варзону Прокачать просто Нет, ну Вторая Варзона Абсолютно понятно Почему будет Они убили Варзону За три года Это было худшее решение С одной стороны Это было Такое Смелое решение Добавлять все пушки Оно было очень амбициозное Добавлять все пушки Из Кулдвора Добавлять все пушки Из Вангарда Но это получилось Просто неиграбельная Мешанина Там ухудшили Графон Поэтому Будет чисто ванильная Будет чисто ванильная Варзона С фишечками новыми Там с водой Со всеми делами Не очень красиво По отношению К покупателям Нифига Они обычный мультиплеер За три года убили Не, ну все-таки Это разные студии Поэтому Modern Warfare умирал Да Когда выходили новые части Апдейт или Варзона Мы вообще А, ну нормально Да Я немножко исправился У нас какой-то дикий чел Ноль захвата В 48 килов Ладно Полгода А потом Мосинки Хэллоу Китти Так, ну это Видимо первое место Да Ага А, повторы Все-таки не починили Да, я первый раз вижу Понял Я тебя понял Все Какой год? Четвертый год Повторы ломанные Муа И вы были перфекты Муа Лучшие из мира колды Просто 80 долларов Помню как Разматывал в колду С КД 5 к 1 Мне кажется Я не разматывал в колду С КД Ну по крайней мере В бете Чел, у меня Три часа наиграно Какие 5 к 1 Блин Нет, ну это явно Не новый движок Если они говорят Что в этой части Новый движок Они прям Наглая 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 Грязная ложь Конечно Так Мне очень не нравится Эта выкладка А, ну во-первых Я поставил какой-то Дурацкий ствол Что у нас тут есть Aim down recoil А, я медленный ствол Поставил А потом стою Да Ну давай Побыстрее ствол У меня бы магазин О, ну хотя бы на 30 На какой хрен У меня глушитель Опять же Тоже вопрос Шприц возьми Шприц надо взять Хотя, конечно Флешки здесь тоже Достаточно эффективны Вместо Семтикса Семтикса Дрил чардж есть Ой, там что-то Вкручивается Надо пос... Блядь Ну ладно Ладно В доминашне Это не так плохо Сейчас пойдем В большой режим Оставим пока Семтекс Абсолютно Другая пушка Совершенно Новая концепция Вообще Меня забегающего Главное Чтоб двери оставили Ой, люблю Свои двери Приходите Пожалуй Лучший магазин Дверей ИП Хурдурович Блин Она опять Одиночная В чем прикол Я не понимаю Ну это багуля Это багуля Я не знаю Или Или я что-то не понимаю Ну прицеливание Конечно Да А не-не Откуда Ты там Выбежать Можешь Я не знаю Оттуда Все Уже Не выбежишь Ну ладно Медленно Бежит Ну тут вообще Все медленно Бегают А с этой Пушкой Конечно С этой Пушкой Конечно Жизни Нету Кто Вас Там Кто Вас Там Настреливает А Это Человечек Лежал Нифига Ну надо Ж было Шприцануться Вырубить Тряску Экрана Блин А мне Нравится Там Может Что-то Вырубить Ну конечно Стрелять Стало Очень Тяжело Может Придется Вырубить Шприц Все нормально Жахнулись Просто Как бы Для Для Будрова ПП Витя Сделается Лиза Ак 74 Спрашивается Здесь нет Прокачки Ак То есть Он есть Просто Аксу И он Без Без Прогрессии В бете Дробовик Без Прогрессии Тут по факту Только Эмки Короче Они Эмки И Как раз Как там Это правильный МП5 Производитель Хэкслер и Кох Две оружейных Платформы В бете По сути Так Как у нас Вообще дела Какие точки На карте Маленькие Блин Ау Фов Поменяй Фов У меня 90 Кажется У меня нормально Может Кажется Бросился Не 90 Мне кажется Ну а сколько Ну 95 Максимум На что Я согласен Кинается Ну Ха-ха-ха Не кажется Мне что эта карта Великовато Для 6 на 6 Да Да Я буду Только в 10 на 10 Играть Поэтому Может быть В 10 на 10 Она будет Чуть-чуть Повеселей Тут еще появилась Новая Анимация Когда люди Стреляют Из оружия Они как-то Локоть Приподнимают А она мне Как-то Тоже Очень Очень Странно Она выглядит Честно говоря Это конечно Такие мелочи Я подкатиться Хотел Или Граунд Вор Тоже Гигантская Граунд Вор Еще Не смотрел Сейчас Пойдем В Граунд Вор Мне бы С этой Пушки Съехать На Что-нибудь Нормальное Так Это что такое Я тебя понял Будет ли обзор На стимдек Нет стимдека Нет обзора В целом Обзор на стимдек Стимдек Не нужен Я думаю Не могу Придумать Ни одного Я просто Забегаю Реально Я не чекаю Точку А мы Вообще Ну так Можно Програть Капец У меня курсор Вообще Вы видел Меня С задержкой То есть Они камеру Переработали Прям Очень Сильно С кем Мы деремся Вообще Что за Карта Жаловаться На колду В чате То что это Очередная Колда Это как Жаловаться На кваку Наверное Я не знаю Изменений Достаточно Вот как раз В девнадцатом Году Произошли Самые Значительные Изменения Ну играйте В Баттлфилд Что я могу сказать Ой нет Погодите Баттлфилд Ж тоже Убили Чтобы он Был Похож На Модерн Варфар Так Да можно Никуда Не бегать На самом Дефать Десятый Уровень У меня Открылся Параш Или На каком На Одиннадцатом Нет У меня Преклад Талисман Через оружие Проваливается Или так и Задумывалось Да это Все Болячки Их Движка Конечно А я Не знаю Есть Хоть Одна Игра Где Не Проваливается Это Как То Очень Сложно По Физону Сделать Получается Потому Что Реально Во Всех Играх Проваливается Ну отдача Ну про Ну пожалуйста Ладно Там Другой В меня Стрелил Вообще Я помню Новости То что Из Инфинити Ворд Опять Куча Ключевых Сотрудников Ушла Году Так В двадцатом Поэтому Опять же Я ожидал Худшего Возможно Ушел Дизайнер Карт Потому что Пока Есть Вопросы Как С этого Стрелять Ну На средних Дистанциях Не на Этой Карте И Обвес Делать Более У меня Там Четыре Обвеса Еще Это Не Финальная Версия Пушки Поэтому Будут ли Стримы По Overwatch 2 Мне Подарили Ключ На Overwatch 2 Он В Battle Нет Тоже Не Появился Поэтому Ну Возможно Если Вообще По-моему Все Идет К тому Что В России Overwatch 2 Тоже Будет Недоступен Ау Мне Мне Вот Я Опять же К вопросу Про Мои Странности Мне Реально В первой Части Нравились Все Карты Мне Нравилось Пикадилли Ну Она Открытая По Центру И Че Иногда Для Разнообразия Норм Мне Нравился Мост Хотя Тоже Опять же Открытый Центр Ну Иногда Разнообразие Сойдет А здесь Че То Как-то Ммм Ну Нормально У нас Две точки Не умру Скорень Вот Непонятно Как с Беба Бегать Честно Говоря Куда Не кинь Дверка Ебой Мама Что-то В первом матче Пали Нет Ну Блин Все-таки Да По скилу Подбирает Чуток Кидает Не просто С рандомами Яб Сказал Да Как Из этого Говна Поубивать Людей Че Я буду За прилавком Сидеть Это можно Я только сейчас Заметил Честно говоря Да Честно говоря Даже укачивает Камера Я только сейчас Заметил Так Ну с одной Мы не выиграем Мысль свежая Я понимаю Ну от игрока В Call of Duty Свежую мысль ждать Вот че я здесь возродился До любой точки Блин Сто метров Вот че ты сюда Припрыгал Блин До любой точки А у вас там Свои Я понял Но если эта карта Не основана На какой-то Реально существующей Локации То я вообще Не знаю Ради чего Все это Был бы длинный глушитель А дача была меньше Ну вот Ну мета у стаканца Тут не все обвесы Еще доступны Оружие до 22 Оруни только Можно прокачать Ну Я думаю Да Все будут с монолитными Глушителями Просто бегать Лежать Сосать Блин Я отвратительно Сыграл Это я Ах ты ж Блин Псина с МП5 Я тоже хочу Покажи другое оружие Щас Щас Ну мы как бы Заодно Мы сможем Прочувствовать Разница Вообще Есть или нет Так Нужна карта Я не помню Как она называется Но она нужна Сейчас посмотрим Какая будет И по классике Или в нем Если что Ой метательный Ой Все 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 Снайперочка Я буду Прекрасная Бобочка Вот это Ну что это Я не понимаю Вот что это На что это влияет Нафига мне какие-то Предустановки Анти Анти Сентайл Что это Зачем Просто Блин Создай просто Пустой класс Что это такое Так Мега Дрин Сайдарм Ну если Снайпер Наверное Можно Шоковый Даже оставить Хрен его знает Эрмит Тут тоже Перки Просто нельзя Выбрать Те сначала Может быть Это конечно Удобно Удобно Да Не вникал Особо Пока в перки Вот этот Вроде как Выглядит Норм Ну а на самом деле Трофе систем Конечно Да Ладно Так Что за карта Что за карта Ливать надо Рынок Опять Ливаем Пресеты Для нубов Очень удобно Ну да Короче Есть режим А есть еще Третьего лица Ладно Все посмотрим Еще я думаю Часик Точно здесь Позалипаем Нокаут Не знаю Что Это Держите Пэккедж Давайте Первый раз Посмотрим Гроундвар Ни разу Не запускал Новый интерфейс Говно Говорит Реддит Я согласен Не Понятно Нет Ну то есть Понятно Все Все для консоли Сделано На телеке Должно быть Удобнее Хотя Большинство Игроков На реддите Тоже Очевидно Консольщики Поэтому Ну Сложный вопрос Сложный Опять же Ну все Таки Бета Вот Это Нормальная М Уже Собрался Большой Магазин Большой Стволяра Без Приклада Все как Надо Айронсайд Опять же Не Не для Консолей Для Мобилок Это Коллег Расплеи С мобилками Будет Чау Нет Она не Будет Так Восточ Восточный Сеттинг После Но Это Все Тоже Вкусовщина Явно Будет Очень Много Пустыну Ну Че Э Где Погоди Какой Блин Хурикейн Где Моя А Прям Выбирать Ого Прям Наземка Прям Ну Давай Не могу А В Мопедике Ой Едем Баттлфилд Калдлавдю О О О О Там Прям Флипает Штука Че Такое Это Блин Это Даже Не Это Не Баррет Че Такое Как Из Этого Стрелять Мужчина Погодите Калфилд Мужчина Ну Попал Смотри Нифига Вы тут Прям Ползаете Напоминает Карту Из Баттлфилда 2 Которая Вытянутая Была Сейчас Я К тебе Верну Сюда Все Я понял Понял Сейчас Мы За снайпер На Передовую У нас У нас Ни Одной Точки Не Ну Тут Что Происходит Смотри Сейчас Я К тебе Приду Это Не Шприц Сюда Ну Классика Когда Хочешь Похиляться Кидаешь Гранату Когда Хочешь Кинуть Гранату Спасибо За 51 Месяц Блин Прям С вертолетами Нифига Короче Это Замена Баррата Ну Какая Ёба Я Такой Ёба Ни разу Жене Не Видел Честно Говорю Тут Есть Интересные Пушки Поэтому Change Zoom А У меня Даже Вот Так Перезаряжается Конечно Танк Дорогие Друзья Но Мы Не Будем Мы Мы Анти Пехота Веикл Ооо Enemy Холд А Враг Все Флаги Удерживает А так А так У нас Все Хорошо Конечно Между Прочим Не Ну 24 На 24 Это Неплох Я Понял Видел ли я Баррат И АРЛ Не Ну АРЛ Конечно Нет Я АРЛ Калаш Не Видел Че Смех Буллпап Баррат Ммм Ну Видимо Тоже Можно Будет Закастомайзить Я думаю Не Просто Так Они Все Это Сделали Выгляни Еще Раз Так Ладно Я думаю Надо Все Так Надо Все Так Чем То Нормальным Заняться У нас Есть ППХ Блин Для ППХ Крупновата Карта А мы Даже Точки Отбили Та Самая Я В бете Пояснял Вне Видео Сверху Магазин Как у П90 Дорогие Друзья Это Вообще Как То То Есть Такая Штука Реально Существовала Меня Еще На Презентации Мультиплеера Она Впечатлила Я Прикола Не Понял Но Такая Штука Реально Есть Ой Там Сейчас Набегут Ой Я К нему Приклеил Прикол Так Ну Добежим Че Рыбкой Парашют Опять Жен Здравствуйте Здравствуйте Цвет Душа Так В окно Рыбкой Хочу Разойдитесь Ёптель Лас Го О Живой Ну Ну как живой Я Как-то Даже Насчет Не играл В наземку В МВ Но Здесь Я Как-то Даже Настроен Все-таки Как-то Помедленней А Может И нет Хрен Узнает Если Будет 10 на 10 Вряд Ли Я Пойду В наземку А У меня Термит Да Не знаю Что у меня За сборка Конечно Куда-нибудь Еще Пойти Вон Там За Д Сражаются Зашли Зашли Опера Зашли Оооо Ты уже Захвачен Че Пришел Вот это Если Это В категорию ПП Попадает Вот это М Прям Норм Кто-то Где-то Ослепил Стали Я Ну все Простреливается Конечно Просто Трандец Я все-таки Надеюсь Не только В восточном Сеттинге Будут Карты А то Это Не Жизнь Так Эм Слон Афунял Хорошая ПП Тут Что-то Враги Враги Прям В домике Я Просто так Бегаю Честно говоря Не знаю Надо Какие-то Точки То ли Дефать То ли Брать Прям Танк Прикинь Холда С танками Прям Дропшоттер Прикинь Я Кстати Так Ну-ка Проверка На дропшоттеров Я Я особо Ничем Не пользуюсь Этим Поэтому Так Стреляем Ну Лечь Можно А в прицеле Ну Кстати Дропшоттеры Дропшоттеры Вернулись Получается А нафига Было же В какой Части Проблемы Решили В колдворе Взяли Вернули Дропшоттеров Зачем они это сделали Ой Я что-то набил Ээээ Да Мога О Бог Пошлет Я что Карту Что-ли Знаю Может Танк Какой Это Запечем Ну Ладно Ну Ладно Клад Кил Ёптель Слушайте Наземка Прям Нормальная На этой Карте Я на ней Один раз С ботами Поиграл Какая-то Фигня А тут Прям Бодрячком Она просто Не такая Огромная Как Как Наземки В первой Я бы сказал Спасибо за подписку Первый месяц Зачем Есть Бусти На Бусти Даже Эксклюзив Один Целый Один Ты Че Там Лежал Просто Бегает Не Ну Я Думал Может На Нюку На Объем Че У 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 Это Не Люблю Не Я Такой Мониторный Не Люблю Нет У У У Микрофон У Шуровский У У У Аудиотехника Без Всяких Геймерских Нормально Тумбочка Материализовалась Куда Ты Родной Просто что-то по открытым пространствам Бегаю, в ус не дую Чисто карта, это серия крошечных домиков Ну штурманул отец Отец штурманул Но сортирный засадник оказался сильнее Опять без карт, блин, сидим Счет, конечно, жопа Мы же вроде даже нормально в какой-то момент отбили Блин, дельфинчиком весело Братаны все свои, блин, бета-дебилы Никого не знают Контестат По совету хентаю Внезапно Во-первых, зачем я это сообщение прочитал Во-вторых, я не шарю О, нифига себе, просто Ну это для варзоны, явно для варзоны, да Просто в каком-то ТЦ появился Не, я прям видео хентаю совсем не смотрю Зачем Мангу еще какую-нибудь могу навернуть Сугубо ради рисунка Ага Кто это? Да Нюк? Мы проиграли, потому что у нас все точки были? Ну в первой так было Да, кстати Ну смотри, соснули Не, не считается, я позже подключился. Ну и то, смотри, там что ты делал. На Донзинсе, где девушка рисовала себе одежду, была хороша. Зачем ты это помнишь? Начнем с этого. Я этого не помню. Зачем ты это помнишь? Так, Витол надо набить, конечно. Ну, короче, на базе М-ки все тут нормально. Там и пулемет есть, и ППХ, все прям действует, все работает. С МПшками пока непонятно, то есть с Хакклером и Кохом. Сейчас набьем быстренько следующую пуху. Ну и снайпер, конечно, из меня, до свидания. Еще раз давайте в Назимочку, я так понимаю, тут одна карта. Карта норм, кстати. Ну как карта, блин, кусок просто ворзоны. С кучей домиков. Команда ботов. Тут есть режим против ботов, по сути. Как раз то, что я хотел, такой титанфоль, наверное, расслабоне, где бегают и игроки, и боты. Нужно просто набить счет. Руки в модельке. Ну да, это уже вряд ли исправят. А, нет, ты глянь, две... О, с водичкой, сейчас посмотрим, я еще не видел. А ну, с водичкой. Когда стрим кринж контента. Ну, вчера был. Можно меня перестать кидать, пожалуйста, в середину матча? Я б хотел... Нет, видимо, нельзя. А ну, вертолет. Ой, лечу. Ой, текстура. Я пошел, пожалуй. О, нифига, я появился, прям, я даже без места появился. Нифига себе. 32 на 32. Неплохо. Ага. Ага. Ну, классический Battlefield Experience, я б сказал. Я когда в технику в боте сожрусь, обычно все этим же заканчивается. Давай еще разок. Ой, она прям огромная, нифига. Так, что там по воде? Лодка есть. Залезла. Залезла. Поехала. Одежда просто трясется, как не в себя. Надо кого-нибудь убить лодкой. Battlefield вода. Ну, давайте, давайте. Ой, прям по волнам. Где Мегалодон? Ага, хрен. А, из танка. Из танка любой дурак может. Так, ну это уже... Вот это уже слишком большая карта, на мой вкус, похоже. Прямо прям неиронично в такое играть. Так. Ага, держим все флаги. Ну, ладно. Нет, ну, респект им, конечно, что они... Реально такими темпами колда станет новым Battlefield'ом. Потому что Battlefield просто умер. А эти даже продолжают режимы развивать. Получается у них, конечно, средняя. А где? О, немножечко даже, кстати, разрушил. Мне показалось или чуть-чуть текстурка изменилась, блин? А тут не изменилась. Ну, ладно. Дельфинчиком в воду. Че? С причала. С причала рыбачил апостол Андрей. Че, дезертир... Ну, видно же было, что я не представляю опасности. Какого хера? Можно плавать. Стрелять нельзя, кстати. И с дробовика нельзя. Все. Все, на этом обзор воды закончен, дорогие друзья. О-о-о-о-о. Так, там была точка. Ну че, подводник? Где ты? Ну где он? Где он? Давай. Ча мы. Эх. Только бы не захлебнуться. Че, братва, не нашли его? Блин, а на кибитке нельзя? Ой, я бы на кибитке поездил. О, мы там опять нашитпостили, блин. Это дверь? Это какая-то неправильная дверь, она не открылась. Все просто заду по пять человек на одну красную точку бегут, а там ничего и нету. Давайте я вам поставлю вот такую, короче. Нет. Все, короче. Они будут думать, что это враг, будут рядом бегать. Че по хаммер? Угу. Так, кто тут? Враг. Гоуст, ребят. Гоуст жестко навалил. Из буллпап вот этого вот, вот этого вот. О-о. Ну паша! Изгейм! Так, я хотел изгейм написать, но там что-то аккаунты банят. Ну не знаю, это на мой вкус уже слишком большая карта. Это прям уже батлфилд, в который я не играю. Так, когда к матчу подключаешь, у тебя на стриме звук умирает на 2-3 секунды. Ну, че я могу с этим сделать? А в матче потом... В смысле, каждый раз после респауна? Ну, тогда это плохо. Один килл, говорят. Да, возможно. Так, мы 3... 2... 2 хедшота дробовиками. Ну, не то, чтобы в бете надо было что-то делать. Хотя, если это икшпа, которая на уровень влияет, мы побыстрее прокачаемся, поэтому... Че, 2 хедшота дробовиками? Это мы сделаем. Лудаут остался с дробовиком, опять же. На снайперку, конечно, надежды мало. Ничего нету, ничего нету. Поставим обычный ствол. Типфайр. Ну, этот без минусов, поэтому пока... Тикойл. Звук почти после каждого килла пропадает. Где вы раньше, блин, были? Так, можно все-таки вначале матчить, чтобы я что-нибудь сознательное сделал? Это нормально. Это колда. Вы че думали? А, киллов не было. Ну, вот че меня опять закинуло? О, господи, он пытался под... Мне показалось, или солнце перепрыгнуло? О, господи, они пытаются подорвать солнце, но солнце маневрирует как может. При загрузке карты звук сейчас и у меня пропал тоже. Мне показалось, или солнце на небе перепрыгнуло че так? Ну, огромная карта, это же просто трендяц. Просто варзону нарезать, блин, и назвать это граунд вором. Это ты хитро придумал, я даже сразу и не понял. Как будто прям даже какой-то экшон идет. Так, естественно, у меня сразу одиночные опять стоят. Я хоть вспомнил переключиться. Ну, че, враги? Ну, че, враги? Че тут дело, блин? Да хрюкал я уже. Сколько вам хрюков для счастья вообще надо, я не понимаю. Ну, вот на эту карту я бы человек 60 с каждой стороны бы закинул. Не знаю, нет, движок должен тянуть. А, ну еще бы я все-таки, конечно, маунт я бы убрал все-таки. Очень сильно поощряет кемперство. Вот единственное нововведение МВ, которое мне... Которому я равнодушен. О котором я не буду жалеть. Голосование за карту ни в коем случае нельзя возвращать. А маунты спокойно убираем. Сейчас еще 24 до... 32 на 32. Ну, по-моему, это максимум для Граунд Вора. Да, удачи мне. Я так не хотел сделать. Я так не хотел сделать! Это последний хрюк на сегодня. Ну, это очень большая карта на 32 на 32. Я хоть одного убил. Одного, по-моему, и убил. Ну, посмотри, это же просто трындец. По сравнению с той. Одного? Одного, да. Враг удерживает все флаги. То есть, как бы и с респами тоже проблема, поэтому... Не получается такого... Откуда? Не получается такого? Мне весело. Нет, на этой карте, честно говоря, не очень. На той было норм. Че пойдем обратно в Доминейшн? Хе-хе-хе-хе. А, все прям с базы. Клево. Вот это уже прям Граунд Вор в стиле, конечно, на МВ. Типа... Ну... Не весело. Да все, мы всосали. Да, в Хардпоинт еще пойдем. А, все-таки это были не лаги, это прям так задумано. Прикольно. Или все-таки нет? Хе-хе-хе-хе. Когда... В кого вы меня делаете, блин? Еще один. Их! Скоро придется, блин, в обтягивающих шортиках нагибаться и делать вид, что что-то уронил. Ух! Заткни, блядь, свой поганый рот, как ему сказать, мамку, 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 мамку. Хардпоинт. Хардпоинт это богоугодная фигня. Витол я открыл. Поставим витол вместо вот этой параши. Сколько? 8 киллов? 9 киллов? 8 киллов. Фосфора не будет, ребят. Я даже не знаю. Очень любил фосфора накинуть, конечно. Но фосфора не будет. Наверное, это все-таки хорошо, чем плохо. Больше в сторону хорошего изменения, потому что, блин, вся карта в дыму, это ужас был. Атмосферно. Я бы его, может, там как-нибудь тоже за 15 киллов бы сделал. Что у Джаггера на лбу написано? Если ты можешь уже прочитать... Если ты оказался на таком расстоянии Джаггера, что можешь прочитать, что у него на лбу написано, у тебя проблемы. Поставлю вам корейца или кто он? Картаччи вам поставлю. Картака вам поставлю. Это... Меркато Дас Альмас. Тихо, тихо, тихо. Э! Чо у нас? Чо у нас? А, все нормально, накидал. Балин, я же себе тоже могу визитку уже, наверное, поставить анимированную. Или на каком на этом уровне. На каком ты сервере? Бурерожденный Штормфронт. Заходи. Требуются люди в гильдию. Ну, как на машинке. На военной, на боевой машине пехоты. Ну, как пехоты. Так, все, мы сейчас прокачиваем. Мы сейчас хардпойнтим. She kinda bad, though Звук пропал на пару секунд Да у меня тоже пропадает звук, всё нормально Опять одиночные Звук пропадал Это, мне кажется, либо у меня такие проблемы Уже 4 части, либо у движка потому что я не знаю, пропадает ли у вас звук в любой части. У меня да. Успокой. Блин, самого себя успокоить. Так, ну вот хардпойнт на этой карте. Хардпойнт хороший режим. Да, не зря. Вау. Ну, как-то брелок через... брелок себя ужасно ведет. Я бы сказал, что починит, но, честно говоря, скорее всего, нет. Фаак, надо было слайдить. Ощущения будут у тебя аудиодевайсы врубаются. Это только в колде. Я уже, кстати, наверное, привык, реально. Год, играя в первый Хурдур, я настолько привык, что уже даже внимания на это не обращаю. Блин, вас что там, двое? Где фавела и легендарная карта? По сливам была. Я, кстати, бы на их месте в бету бы одну карту из старых частей запихнул бы. В рекламных целях. По сливам должна быть фавела. Или это настолько просто игроки хотят фавелу? Хочется фавелу, согласен. Так, мы дефы должны. Давайте подефаем. А где? Ни хера не видно с этим, блин, астмой. Чё подрил чарджем? Чё я делаю? По-моему, она обижала просто. Фавела говно. Фавела большая весёлая карта. Нет, ну терминал тоже хороший. Терминал хочется тоже. Мне не нравится то, что счёт теперь так высоко. Блин, как-то глаз. Глаз туда неохотно лезет. С другой стороны, там карта. Ну, значит, мне и до карты тоже неохотно. Чё, а где? Как вообще? Ага. Там себя переядринил, блин. Пустынная карта с самолётом. Да, мне тоже. Не, ну вообще в МВ очень хорошие карты были. Она бы здесь хорошо бы зашла, мне кажется. Она прям большая. Чё за дрил чардж? Надо попробовать. Пока я до сюда добежал, уже точка поменялась, блин. Фак! Можно ли перенести компас на миникарту? Нет, в смысле. Ну, это довольно логично. Компас сверху. Куда ты? Я двери закрываю специально, чтобы ты так не делал, блин. Он на коленках подкатился или мне показалось? О-о. Фак! Пушка, отстой. Ну, трудно говорить, чё отстой, чё не отстой, потому что не все обвесы открыты. Ну, как ствол здесь попрыгивает? Здесь вообще... Здесь большинство пушек, блин. Так себе. По крайней мере, привыкать надо. Так, мы проигрываем, кстати. И не то, чтобы я что-то делал, чтобы это исправить. Ну, трындец просто. Варспейс похорошел. Да все шутаны так или иначе в сторону колды стремятся, поэтому... Говорит, что это варфейс. Это скорее комплимент варфейсу, если это голда на варфейс, похоже. Я практически наугад строяю реально с таким разбросом. Там Витол прилетел, блин, это значит... А это значит нам пора сваливать! Нет, с оптимизацией у меня все нормально. Я, конечно, понимаю, что на 30-80 жаловаться без DLSS. 75 фпс плюс там, то есть ни разу вообще ничего не дернулось. Были отзывы про ужасную производительность. Битрейт шокальный, но это Твич. Когда уже 13-й ловел у этого говна? Да что у вас там двое... У меня битрейт всегда такой. Ну, возможно, я не умею настраивать. Но что-то... Я специально посмотрел. Я все поставил. Ну, может быть, 720p все-таки нужно. Ну, не знаю. Для КВН нормальный битрейт, что мне нравится. Ага. Ну, самое грустное, что я на первом месте, конечно, в этом все. Ты не имеешь права про оптимизацию говорить на 30-80. Поэтому я и сделал дисклеймер. Потому что да. Но в Cold War на 30-80 было 50 фпс. Поэтому иногда я имею право говорить. Если у меня проблемы с оптимизацией... Вот тогда игра реально в дерьме. Ну, вот где он? Ну, как он там... Я не могу его перестрелять. Я перезаряжал, женщина! Так, мы проигрываем просто... Просто в усмерть. Ни разу не было другой большой карты. Ну, как большой. Другой, блин, квадратной карты. Которая тоже типа музея, что-то такое. Прицеп, конечно, хорошо. О, вот сейчас... Блин, даже... Даже это осталось. То, что фпс около термито проседает. Господи. Ну, абсолютно... Абсолютно та же игра. Это очень смешно. Ну, посидим. Ура, 13-й. Ча-ча-ча-ча-ча. Уже проиграли, поэтому можно идти ладоут и менять. Правильно? Эдит! Ага. Куда нажать? Где я что открыл? Вот это? Вроде вот это. Хрен знает. Ладно. О, боже, посмотрите. Это же совершенно другая пушка. Это в кс-очке 4-4 или 4-2, которая? Оставил бы быструю перезарядку. Но я пока с перками особо не запариваюсь. Да нет, учитывая то, что будешь бегать с магазином на 50 или на 60 патронов. Быстрые руки, я бы сказал. Быстрые руки, скорее, помогают гранатки кидать. Все такое. Ну. Выиграть нам здесь уже очень сложно будет. Пульки видно. Пульки видно балдежно же. Биокарбонический магазин это вообще-то называется. Вы что, не знали? Давно не грампшу, да? Ну и что сейчас играбельно? Ну. Раз в год овервотч неделю. Люди в Валорант не иронично играют, поэтому. Блин, как быстро хардпойнты заканчиваются. Короче, мы всосали. Но я виню команду, дорогие друзья. Не себя же, правильно? Я сделал все, что мог. Это вообще свои. Согласен с человеком. Для обвинения последнее дело. Да, да, да. О, это я. Ну, как я. Ну, там было написано «я». Ну, там было написано «я». Это смоук дрон, что-то. Смоук аирдроп. Так, что мы открыли вообще? Мы открыли, вот, собственно говоря, на этой платформе мы открыли следующую пушку. И теоретически на ней уже должны быть какие-то обвесы. Ствол! Велосити, бла-бла-бла. Сойдет. Ну, наверное, ладно. Магазина пока нет. Ничего нет. Вроде открыли, а вроде особо ничего и нету. Ну, там. О, декаль появилась. Что такое декаль? Блин, декаль – это просто большая наклейка, короче. Ну, понятно. Я понимаю. Декаль – это просто большой стикер. Ну, ладно, что. Хоть что-то. Надо до MP5 дотошнить. А, вот он, этот уровень. Тоже у меня есть вопросы к этому уровню, но я к нему начинаю прикипать. Бренд-бренд-брендберг-отель. Тоже здоровый уровень с пустыми пространствами. Когда разноцветные пушки? Ну, то есть, выходит игра, через пару недель у нее первый сезон, и я думаю, тогда примерно. ПВЕ в игре нету. Будет деф, как в первой части. Я не уверен, будет ли он эксклюзивный для АПС-ки. Ой, прилетели. Ой, ебал Палыч. Ну, эта карта явно лучше музея. Так, на этой карте я уже чуть-чуть соображаю. Будем стараться выиграть. Ес! Пошел выигрыш. Начался процесс. Она хотя бы, блин, детализирована. Не похожа просто на голые комнаты. Даже капустка разлетается. Капустка! Эх, надо было казнить. А! А, вот ты что здесь стоишь-то? Как-то я не обращаю внимания, где хардпойнт вообще. Может, потому что еще карт? Не знаю. Может, потому что просто осел? Ау. Ой, я тут не был. Вау. Я не знаю, где... Э. Ну, вот тоже, конечно, пространство открытое. Просто какие-то гигантские. Аимочка! Аимочка! Ну, что, заходим. Знать бы, откуда побегут. Что-то я не слайдю, не слайд кэнселю. Ну, пободрее. Автоматик пободрее, чем винтарь тут. Видел красную точку. Вот я видел красную точку и решил проигнорировать. Просто уже отвернулся. Какого хрена? Мне интересно, у всех одновременно второй перк и третий включается? Или... То есть третий и четвертый. Или от твоего перформанса зависит. Он ко мне что, с тыла попытался? Он что, ко мне с тыла пытался подобраться? Нормально, жмыхнуло, блин. Я точка, да? Алло, надо захватывать. А, мы... Мы 7-100 проигрываем, вообще отлично. Что-то бегаю, вообще. Ага, прибежал. Кстати, да. Два хэдшота надо из дробовика. Ну, явно все эти карты под 10 на 10 сделаны. Одежда с поддувом. Этот скин очень. Это типа женщина в балахоне. Сейчас от третьего лица я ее покажу. У нее там одежда просто вообще своей жизнью живет. Ну, мы просто нещадно проигрываем, конечно. Не то, чтобы я что-то делал. А, у меня 7 секунд захвата. Погодите. Весь успех, это мой успех. Что вам там опять не нравится в чате, блин? Ведите себя нормально. И все будет нормально. Остальные будут по 20 на 20 карты. Нет, ферма явно меньше. Это больше, чем ферма. Он меня просто услышал, явно. С доминацией, дорогие друзья, сегодня. То бишь... С хардпойнтами что-то сегодня не клеится, я смотрю. Вот это очень прикольное место на карте. Мне прям нравится. Здесь точка в доминейшн. Вот здесь прям прикольные зарубы получаются. Можно ли включить режим только смайлами? Нет, люди все адекватные, хорошие и добрые. Поэтому все будет отлично. Давайте уже соберемся, блин. Братушки, ну что мы? Дух командный проявим, блин, дебилы. А что так мало-то? Триндец просто. Что, 20 очков? 20 очков, блин, и фигач дальше. Жесть. Так, ну я, конечно, отрегенил. Сказал, он из-за дивана. Только я задефал. У меня, блин, единственного 29 секунд захвата. Не то, чтобы это нам помогло. Рыбкой! Рыбкой! Спустя неделю. Даже лонгшот не дали, блин. Откуда убивают вообще? Кто убивает? Какой-то хрен, блин, Манулов читает в чате. Вы чё, блин? Лоу-блоу. Я тут лоу-блоу раздаю просто вообще. Один играю за всю команду, а? Свиньи. Да, зачем я сказал то, что один хрен читает? Теперь все хрены Манулов читают, блин. Не, ну, слушай, ну, хардпоинт, это просто нереальное что-то. Он пропадает за секунду. Очков 20, что ли, даётся? Ну, конечно, на втором месте. Ощущение, что вообще никто не играет. Но, судя по всему, один чел у нас всё-таки играет. Ты слишком спешишь. Да какой я спешу, блин? В прозрачном магазине патроны визуально кончаются. Ну, я гарантирую, что да. Это я. Вон мой ствол. Второй мой ствол. Грёбаный попрыгун. На тебе сломанный повтор за это, блин. Один захватывал, один захватывал. 23 смерти. Бегал просто как у... Где ты был, Сенбой, блин? Где ты был? Как тут голосовой сделать? Смоук аэродроп. Что это за паража? Зачем мне это надо? Зачем дым? Это даже не фосфор. Я хочу военные преступления. Я не хочу просто так. Когда смешные видео будут на ютубе? Ну, неделю назад был. Так что теперь всё. Короче, да. Вот это получше уже автоматик. Мы на него открыли. Блин, ну нужны нормальные коллиматоры, честно говоря. Вот это просто мини-раддот. Это, блин, куром на смех. Ну, рекойл. Крауч мувмент. Не хочется aim down side, конечно, снижать себя, поэтому. Как-то так. Оно было не смешное. Ну так и... Ты не молодеешь, как бы. Опять отель? Блин, ну ладно, она нормальная. Мы как бы... Мы как бы не насладись отелем. Тут всего 4 карты, получается. Ну вот сейчас у меня тоже звук пропал, что-то делать. Закидывается, сучара, блин. В конец матча. Долго еще стрим? Часов 40, так, плюс-минус. 40-50 до конца недели. Завтра, сегодня. Минут 7 еще. Пару матчей. Попал, блин. Эх, не квадфиднул. Не квадфиднул. У нас физика рукавов. Ну они очень трепешутся, да. Сейчас от третьего лица покажу. Ау. Нет, это не тот скин, не знаю. Ну да, они слишком. Мне кажется, слишком они физон настроили. Как будто в гэрис моде, блин. Я бы убавил. То есть в первой части вроде тоже было, но умеренно, да? Это они так, типа, визуально. Визуально обозначили графон. Нормально вбежал, блин. Окей. Окей. Полечился вместо того, чтобы гранату кинуть. Капустку разнесли. Смотрим. Входы, входы. Входы, входы, входы. Ну я даже одним ухом слышу. Так, убили. А, уже все опять. Я, по-моему, уже на этой точке секунд 10 тусил, когда надо было на следующий бежать. Господи. Я не вижу, что вы там пишете. О-о-о-о. Навитолим, блин, сейчас всех свиней. Крысу! Чё, нормально, витол есть. Сколько это? 8 кило? Чё-то много. Разыгрался. Ну как разыгрался? Там в спину, блин, литер или настрелял? Блин, не видно где. Я не понимаю, что вот это ещё за блямба появляется. Что она означает? Ну ладно. Ну надо было убить его, ёптель. Ну там в спину скорее настрелял, конечно. Ну ладно. Так, я могу витол переместить? Наверняка понерфили витол. Очень мощный был. Да, могу. Нормально. Ладно, сейчас к себе его. Я не знаю, где он. Ну давай сюда. Ау. Валим! Рыбкой надо... Ну давай подержим, чё. Есть шанс ещё. Времени мало. Блин, верните счётчик пониже. Чё за фигня? Неудобно же. Слышу перебежки одним ухом. Где вся команда просто? Я казнить хотел. Короче, проиграли. Мой витол ничего не делает. Ну карта с крышами, кстати. В том числе поэтому. Ни хера не видно. Меня, блин, закинул, когда уже 150 в счёт было. И то я 15 набил. Хе-хе-хе-хе. Короче, есть вопросики к этой части. Но как Call of Duty ребёнок, я более-менее доволен. В основном мне нужно просто, чтобы был 10 на 10. А не вот это вот всё, блин, помоечное. Как мы проиграли! У них не было захвата! Киллы тоже считаются? Всё, мы, короче! О-о-о-о! Лэсс гоооо! Ну да, в спину наковырял нормально. Да, детка. Да, повтор сломанный, детка. Просто вообще один играю. КДА просто 15 к 13. 1 и 1. А то я... Не, да, 1 и 1, конечно. Как тебе новая сверла граната? Ещё не пробовал. Я так, честно говоря, я чисто до 30-го докачаться, а потом все приколюхи буду. Смысл в бете, блин, экспериментировать со всем этим? О, нифига себе, чё это за супрессор такой. Хачу себе картоша. У меня он уже есть! Нам надо дробовик, во-первых. Вот это банка. Ой, какая баночка. Нельзя пушечку повертеть, к сожалению. Так, ну на хардпойнте вообще нихрена не получается, честно говоря. А так всё хорошо. Время пастает. Да вы какие-то итальянцы, я смотрю. Только пастами и оперируйте. Так. Ладно, сейчас посмотрим. Э. Нет, спасибо. Сейчас приду через секунду. Игорь Негодяй. Играет музыка. Давайте посмотрим от третьего лица, может, Пит. Честно говоря, я сейчас стоял в туалете, писал и подумал, что я бы после этой беты, наверное, если бы был незаинтересованным игроком, то, возможно, я бы после этой беты даже и не купил бы. Типа Battlefield режим так себе, матчмейкинг непонятный, карты странные, убивают быстро, типа... Так ты и не купишь. Ну, кстати, да. Как те изменения с тем, что стреляющие не появляются на карте? Я уже говорил, мне нормально. То есть отказ от глушительной меты... Опять же, кемперство немножко поощряет. Но заставляет с БПЛа бегать. Кукуэн, кукуэн. Визуал один в один, как в прошлой части. Визуал один в один, потому что она выходит на пастгене, к сожалению. Отказались бы от пастгена, возможно... Возможно, что-то было бы. Дрил чардж поставить. Ну, явно не от третьего лица, конечно, с дрил чарджем развлекаться. Но в целом, почему бы и нет. На пятой плойке все равно намного лучше графон. Не, ну, если с четвертой сравнивать, то лучше. А на ПК... Мне кажется, если в лоб начать сравнивать, на ПК даже похуже стало, в новой части. Здрасте, здрасте. Вы не поверите, но по поводу режима от третьего лица у меня тоже жалобы есть. Типа, он веселый. Он зрелищный. Я играл в оригинальном МВ-2 в режим от третьего лица. Он там тоже был норм. Но здесь ты, блин, начинаешь прицеливаться. Здесь ты начинаешь прицеливаться от первого. И я бы сделал от плеча. По-моему, это было бы гораздо более весело. И это был бы прям полноценный и веселый режим. А так тут тоже только. Это кемперское счастье просто. То есть ты стоишь... Практически нет шанса убить чувака, если ты бежишь и начинаешь прицеливаться. Если он уже в тебя прицеливается, у тебя практически нет шансов его убить. Зато здесь хорошо рыбку видно. Но в целом прям зрелищно. То есть, опять же, явно для варзоны... Явно сделано для варзоны. В варзоне, я думаю, будет прикольно. Но я бы сделал от плеча прицеливание. И, конечно, колебания одежды нужно убавлять. Это у него еще только жилетка. Как так-то? Бегает забавно. Ну так. Нет, анимации... Вот как раз... Что это? Ну почему Рагдолл? Ну 2022 год, блин. Ну почему такой убогий Рагдолл? Это, кстати, бот. Ну в смысле, обманка. Бодипозитивный боец, блин. Я думаю, ты бы ему в лицо не сказал, что он бодипозитивный. Это какой-нибудь heavy weapon guy, блин. Я буду одну большую, номер 9. Те, кто... Я не вижу, я не вижу. Я не вижу. Я увидел. Почему ты без прицеливания не стреляешь? Ну, во-первых, потому что он должен остановиться. Нет, с папахой теоретически можно. По-моему, прикольный режим, но мне кажется, я в него играть, конечно, не буду. Здравствуйте. В этой игре надо убивать. Я убил! Ни одного! Ни двоих! Шортик! Не троих! Нет, троих. Кстати, дрилл чардж. Клоба! И чё? Где ты, моя дорогая? Выглянул, выглянул за угол. Вот скаты, а? Скаты со своими пастами, а? Ой, люблю. На всякий случай удостоверился. Ёпс! Ёпс! Да перезарядись тоже ради Христа. Так, ну а чё он, дрилл чардж-то? Ну, бахнул, да. Теоретически, возможно, через стену умеет бахать. А здесь могу? О-о-о, повис, повис. Не-не-не-не-не. Всё, короче. Ждём, ждём. По-любому сработает. Э, чё ж ты залез-то? Я не хотел. Ну, вообще, как? Ну, мы можем выиграть. Ну, что это? Камера, конечно, своей жизнью живёт. Кого ты с рукой ещё полез, блин? Почему у тебя камера поменяла правая, блядь, чё, на левая? Я не смотрел конкретно настройки. Возможно, там есть кнопка, но камера своей жизнью живёт, да. Типа, вроде как, должна подстраиваться, как удобнее. В помещениях немного должна. Но так она не ощущается. Откуда, откуда, блин? Ни хрена не видно. Как же он смешно бегает. Возможно, со стороны выглядит смешно, но ты как-то его периферийным зрением выглядишь. Ощущается очень прилично, я бы сказал. Я говорю, если бы не было переключения на первое лицо, была бы прям вообще как отдельная игра. Ну, с ППХ меня, конечно... Правильно я понимаю, что на сингл в этой части максимально пофиг. Ну, мне не нравился в первой. С серой моралью они, конечно, ничего интересного предложить не смогли. Ну, казнить можно сегодня хоть кого-нибудь? Есть забавный момент. Насколько у первой части был хороший трейлер и мультиплеера, и сингла. Прям вообще образцово-показательный. Ну, сингла, анонсирующий трейлер, очень хороший. И мультиплеера под металлику. Настолько же у этой части невыразительные трейлеры. Возможно, в сингле будет что-то интересное, как бы, да, такое. От противного мы пойдем. Пишут, в этот раз с каждым оружием своя казнь. Да? Прикольно. Я думал, опять у оперативника своя. Если с оружием, то вообще прикол. Как стать бустином, у меня за бугром пишут. Блин, я не знаю. Нельзя? Мне казалось, на бусте очень много вариантов оплаты как раз. Но если нету, то нету. Короче, кое-как, ладно. Забавный режим, но чистый гиммик, на мой взгляд. Большой акцент на него делать. И, пожалуйста, хватит моргать. Быстро ли в этот раз появятся аниме скины? У меня есть инсайды, что аниме скины в этот раз будут просто вообще. Мне сказали, вы все сдохнете от этих аниме скинов, короче. Насколько быстро, не могу сказать. Первый, второй сезон, видимо, да. То есть, чтобы вы понимали, самое долгожданное тут. Самое запрашиваемое по косметике они сделали. По косметике. О, по косметике. Ну, по крайней мере, как я это понимаю. То есть, ты покупаешь теперь. Вот я не знаю, все скины или только самые дорогие. Это типа за предзаказ дается вот эта пукля. И вся кастомизация на ней сделана в одном стиле. Насколько я это понял. Вэпен волт. Ну, это типа хранилище оружия. Не факт, что на всех оружиях будет такая кастомизация. Будет ли опять она сбрасываться? И будут ли опять... Ну, в моих мечтах, в моем идеальном мире должна быть на всех. То есть, все обвесы должны быть в одном визуальном стиле сделаны. Скорее всего, не так. И, скорее всего, это будет только на самых дорогих пушках. Но, как мы помним, легендарная пушка... По-моему, это G36 была в Modern Warfare с анимешной девочкой. Сейчас я смогу быстро это найти, нет? Блин, наверняка, что это никто не знает. Я так говорю, как мы все помним. Никто это говно год не играл, кроме меня. G36 аниме. Так, 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 так. Вот она. Да, по-моему, она. Блин, что же там было-то? Как там это было? И когда я ее перезаряжал, там то ли ноги в колготках, то ли что-то такое. То ли в трусиках. У-у-у-у-у-у. Не могу скрин найти. А, ну вот, получается, да? Ну, не знаю, это из Steam Workshop'а что-то. Возможно, кто-то реально магазин достал. Короче, ждем-ждем такие скины. На релизе от них коробят. Потом уже для людей без жизни, которые остаются в игре. Это прям прикольно. Ну, короче, да, магазин там был в колготках без юбки, типа. По-моему, прикол. В ангарде круче аниме пушки с музлом. Блин, ну в ангарду это весь обез этот не идет. А для Modern Warfare нормально. Так. Два часа ровно стрим. Давайте немножко еще Domination'а и будем завязывать. Хочу ферму. Кринж, говорят. Кринж, кринж, да. Вот анальная шепета, не надо забывать. Или анальная клоуна, да. Вечно путаю. Нам нужно немножко побегать с дробовиком. А для этого нам нужно, надо сменить перки на вот этот вот нормальный дабл тайм. Возьмем еще Drill Charge. Попробуем с ним что-нибудь сделать. На 30-м дают пушку с чертежом. Собственно говоря, ради этого я стримы завел, чтобы прокачаться до 30-го и забрать пушку с чертежом. Ну и так чисто с вами пообщаться. Че одному сидеть, правильно? Обещанный вчера КВН. По-моему, очень смешно. Вот это неплохая карта. Опять же, блин, ну в 19-м лучше было в таком стиле, которое с отелем. Так, ладно, неважно. Нытье, нытье утенка. Мне не утят, никогда неважно. Интерфейс кусок говна. Где мы? Ну у меня с дробовиком была. В какую сторону, блин, проску. Ну мы же видели, сейчас с дробовиком был обв... А, я убрал, я понял, да. Хе-хе-хе, я убрал. Снимается претензия. Так. Я сам убрал перк на два основных оружия. Господи. Дробовик, к сожалению, не качается в бете. Ну где? Ну где? Ну я же изменил! Что, я не прожал два раза или что? О боже. Так, мне еще две казни надо сделать. Ля-ля-ля. Внушает оптимизм, как быстро бегаешь с пистолетом, на самом деле. Возможно, получится с ножом побегать. Казини. 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 Я не могу этот звук стандартный, мемный звук зомби издать. Атач на дабл пистолеты. Если не будет, то я вообще не понимаю, зачем это. Ну да, да, удачи мне. Ааа, поджег. Э, он должен убереть, я его поджег. Или не по нему. Хитбок же был. Ну хедшоты нужны. Это трупик. Хедшот. Какой амунишн-бокс, блин. Что это за сборка? Ну так, нормально. Короче, дробовики в этой игре юзабельны. Главное, чтобы двухстволка была. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Эх, было бы красиво. Помню, где прекрасная времена, когда с базукой бегал. Да, это тоже в бете было. Но там была очень смешная скорость атаки, как бы. Ну, примерно так же, кстати, да, слушай. Можно попробовать. Это тоже был стрим по бете, я почему-то тоже этот момент запомнил. Так. Повелся на кликбейт. Карта норм. Но мне нужен хедшот. И сменить, блин, ящик с оружием. С одной и той же анимацией уже четыре части. А с другой стороны, какую-то другую анимацию сделаешь. Почки я, конечно, не захватываю. Это не хедшот. Диавы. Это... Ну, хедшот, кстати. Так, ну все, два. Сколько там было? Или три? Мне кажется, два. Угу, спасибо, очень видно. Рыбкой! А-а-а! Угу. Дробовик. Ну, я с ним бегал. Это, возможно, это мой любимый даже дробовик из первой части. Флобей его не сделали, точно. Ты видел какая-то тут анимация переключения на пистолет со штурмовой винтовки, когда персонаж не убирает? Я это один раз сделал на PS5 в первом матче, и больше ни разу. Я не понимаю. То ли у меня какой-то перк стоял, типа быстрых рук. У меня перестало это получаться. То ли они это убрали. То ли это баг был. Нет, ну раз человек написал, то это не баг, получается. 2000 ботов, а чат пустой. Слушай, ну... Ни разу ботов не нагручивал. О, Марксман Райфл. Сейчас еще разок с карабинчиком. Так, мы сделали. Нам нужно... Не, ну два, конечно. Две казни я не сделаю никогда в жизни. Боты плюс в чат. Ну все просто поражены моим скиллом, в основном, как бы, на мой взгляд. Сука, и вот в матче ты R нажимаешь, ну, K на русской, чтобы... Чтобы редактировать лодаут. А здесь ты нажимаешь, и переходишь вот на это говно. Переименовать, поставить фаворитом. И нету хот-ки, блин, для эдит-класса. Ой, как меня все это вымораживает. Ужас просто, ужас. Recon Drone. Кстати, смешной был дрон. А, ну это филд-апгрейды, да. Блин, дэдсайланс. А дэдсайланс же был уже, нет? А, вот дэдсайланс. Потом, на 30-м. Не, ну, конечно, с дэдсайлансом бегать, поэтому... Battle Rage очень сильно, конечно, экран в говне. Вот в чем проблема. Пока поставим. О, еще раз. Ферма хорошо. Ферма хорош, карт. Так. Ну, давайте... Это, конечно, чисто пушка для консолей. Но забава ради. А, и чтобы... Должен как-нибудь красиво выкинуть. Выкинь патрон. Да-а-а-а! Да-а-а-а! Выкинул патрон. Я так счастлив, я так рад. Он выкинул патрон. Ага. Облезать забыл. Ой, ой, вы видели эту анимацию появления, господи. Он крутанул, Винчестер. Ну, как бы, да. Без автонаведения, без доводки прицела. Без доводки прицела я, конечно, сука. Господи, как это все сделано. А, я еще и на шефте должен. Ммм, понятно. Не, ну это... Ну это не жизнь, конечно. Есть ли сюжетка? Сюжетка на неделю раньше будет какого-то там. Двадцатого, двадцатых числа. Ну, если они реально все повторят с Шепардом и с Гоустом, я буду... Я буду удивлен. Короче. Ладно. Не ваншот. Да я еще ни по кому не попал, чтобы ваншот был. Верхнюю часть туловища должен ваншотить. Дэээм. Положительно удивлен или не очень? Про что я там удивлен, положительно или нет? Не, я из такого строить не умею, как бы, тут. Балдеж. Еще и дыхание нужно задерживать, но это трендят. Ага. Первый раз попал. И верхнюю часть. Ну, конечно, без обвесов. Там, возможно, какой-нибудь тоже длинный ствол надо поставить. По-моему, вот эта самая маленькая карта в бете. Ну-ка, пят. По-моему, чел битый был. Она похожа на карту... Простите, что я... То, о чем одет все, блин, от 19-го года, колде. Она похожа на карту с углем и тележкой. Но там мне лэйаут больше нравился. И на карту побольше с отелем. Ну, хитмаркеры. Скоуп какой-нибудь. Ну, скоуп, да. Скоуп. Нет, надо просто урон повышать. Там, наверняка, какие-нибудь обвесы на урон есть. Ну, короче, хитмаркеры, да, ладно. У меня, блин... У меня, блин, из пистолета больше шансов. Там чел? Тут дверь. Куда он пропал? Минчестер очень веселый. Сколько их было, блин, в первой части у консольщиков, это просто трындец. С зеленым лазером, со всеми делами. По звуку кого-то казнят, по-моему, где-то рядом. Где все? Ну, блин, 6 на 6. Ну, это... Кому это надо, вообще? Ну, какое веселье, блин. Колда ради веселья играется. Ага. 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 Дыхание еще задерживать, трындец. Так. Ну, если научиться, то весело. Я так и не понял, как казнить вместо обычного мели. Со спины удерживаем. А, в дефолтных сборках есть винчестер с обвесами. Да мы так больше ванильную пушку посмотреть. Мы что тут, блин, ради киберспорта? Уровень качается, а все остальное пофигу. Ценсу я бы, наверное, поменьше сделал, опять же. Ценса тоже то ли дефолтные, то ли что. Я даже как-то у меня не... Да ты. Он за картой! Полиция! Уп-вуп! И конь, да полиис! А туда можно? Или отсчет? Отчет, да, понятно. А да, ради микротранзации делается. В колде... Дружелюбный батл пасс, я бы сказал. Ну, то есть микротранзации... Транзакции, сложное слово. Дорогие. Но в целом, опять же, в прошлой жизни... Сейчас уже, блин, даже не купишь. То есть купил игру... У тебя даже, скорее всего, если ты прям каждый год играешь, то у тебя за прошлую часть есть деньги на батл пасс. Однажды купил батл пасс, вот по факту. В девятнадцатом году появился нормальный. То есть в Black Ops'е в четвертом был кусок говна, а не монетизация. Пушки были на последних уровнях. То есть как в Overwatch 2 будут герои на последних уровнях батл пасса, вот такой же был в четвертом Black Ops'е, блин, батл пасс поврадительный. Ты однажды купил батл пасс в МВ 2019 года. И если ты его выкачивал, у тебя хватало ЦП на следующий. И в Vanguard'е, и в Cold War'е. Причем единая еще система монетизации. И без батл пассов Call of Duty норм штуки дают. Ну, теоретически ты мог еще... Там по 300 ЦП давали... Call of Duty Points, я не забываю уточнять даже, что такое ЦП. CP. По 300 бесплатных монеток еще давали в каждом сезоне. То есть ты мог в четвертом сезоне еще и бесплатный батл пасс купить. И вот с тех времен, нифига я, блин, 7 человек-то купил. Монетизация очень щедрая. Ну как щедрая, ну она честная. То есть ты покупаешь батл пассы, и тебе возвращают батл пассы. Вот в мультиверсусе нет такого. Я как-то по умолчанию считаю, что здесь будет так же. Я так понимаю, не перейдут из старых частей в эту, если те были в батлнете. Или там все это аккаунты Activision. Я вот не знаю. Я надеюсь, что в аккаунте Activision, потому что мне чувак подарил там 5000... CP-шек. Ну у меня и была там где-то 1000, поэтому... В Fortnite такая же система. Да, это все взяли из Fortnite. То есть она мотивирует играть. Очень хорошо. Давайте последний раз. Мы что-нибудь еще из пушек... У нас есть пулемет из пушек, посмотреть. Ну конечно, винчестер это не для меня, снайперки, все это, конечно. Я стрелять, целиться как бы не умею. Это вот тоже... Вот это вот как раз... Еще одна на базе MP5. Винтовочка. Давайте с пулеметом побегаем. Сакин! Сакин без платформы, кстати. 100 патронов, жесть. Ча как в КС-очке будем. Только гребаный ящик с патронами когда-нибудь поменяем или нет? Ой, на этой карте, да? Купили золотой калаш. Ну золотой скин вка... Золотой скин вкачивается. Дело не в золотых калашах. Ой, тут очень сексуальный анимат вебан инспектор. Вот посмотри, как колеблется. Ну это бред вообще. Какой же вебан инспектор сексуальный, господи. Опять в середину матча или что? Нет, нормально. Но это неправильная дверь. Это не та дверь. Си-Джей только половина валюты за батл пасс возвращается. Ну вот это вот все уже такие гнилые аниматизы. Мы, конечно, избалованы такой вот. Честным, честным батл пассом мы, конечно, избалованы. Ага. Ну как честным? Если начинать душнить, можно сказать, что это просто кастомизация, распиленная на батл пассы. Ну да. После вангарда привыкать к живым дверям. Ну в вангарде они в какой-то момент тоже были живые, пока их не расстреляешь. Да, ну пулемет, конечно. Он как-то даже не шмаляет. Это что, типа легкий пулемет? А какой шмаляет? Другой шмаляет? Конечно, без... Вот другой. Этот на базе эмки. Там все воюют, я просто на пушечку смотрю. Ой, как-то... Ой, он тапнул. Меня тоже тапнули. Сама колда стоит 70 долларов, какая честь. Как? Ну да. Ну сейчас все игры стоят 70 долларов. Инфляция, че. Тогда стоили 50 долларов. Этот вроде пободрее пулеметик. Особенно если начинать перезаряжаться. Пулемет на базе эмки. Ну блин, я не шарю настолько в пушках, но... В этой части у них, по логике авторов этой игры... Типа у них одна оружейная платформа. Я фиг знает про пулеметы. Ощущается прикольно. Редко бегаю с пулеметами, когда в колде. Я смотрел старый стрим 17-го года, ты назвал нас чмоньками. Извинись и поцелуй микрофон. В чем я был неправ? Ну да, конечно, пока. Надо не только бегать, но и стрелять. Не успеваешь прицелиться. Можно от бедра начать. Все нормально. Это были... Это были зрители 17-го года. Теперь все абсолютно новые. Вообще не вижу, куда стреляю. Так, ну Б мы держим. Но у нас одна точка. Вот в чем проблема. Вот я прям слышал, как чел бежал. Звук исправили. Звук гораздо лучше стал. То есть он и так был сочный. А вот позиционирование было просто отвратительное. Извинись и целуй. Над кого-нибудь убить базукой. Вот что я думаю. Пилой прям. М-м-м. Ту-ру-ру. Ту-ру-ру. Ту-ру-ру-ру. Ту-ру-ру. Да. Да. Ну ладно. это человек ой патронов мало да мне не важно так ну все ребят осталась такая милишка смешная не ну теоретически осталась только эта карта здоровая явно не с пулеметом мне так бегать альфу они берут да альфу они берут ну не рукой конечно но прикол ну как прикол они блин альфу взяли где он где он где он но Ну, не на этой карте этим, конечно, заниматься. Коты. Спасибо за этот мерцающий экран. Аксушка прикольная, но, к сожалению, в бете без обвесов. И почему-то не в категории ПП. Ау. Полечился. Сделать убийство базукой традициями. На, попробуй тут, блин, убей на этой. Просто, блин, карта нагромождения коробок. Ну, не такая отстойная, как музей, ладно. 10 на 10, мне кажется, будет очень весело. Твои... Чал, надо, надо, чал, надо. Короче, ладно, я тут встаю. Инспектор Аксу. Ну, я же стоял, махал. По-моему... Нет, снимает, снимает, все нормально. У кого голова не закружилась, закружитесь. Сучара. Так, 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 вон оттуда они побегут, все нормально. Перемещаемся, перее... Вон он, вон он там. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Еще! Моя базука жаждет крови! Ну ладно. Эээ, ну она с двух ударов, да. Ну с одного была бы вообще имба. Все бы с базуками и бегали, чё. Я в колду так играю, чисто по фану. Самые проклятые сборки, ножи, двойные пистолеты, вот это все. Прочие радости. Современного олигофрена. Если говорят, что казнь не зависит от оружия, то есть ли казнь с лаунчерами? Вот в чем вопрос. Чё вы все здесь-то, блин? Они же явно не здесь заспаунятся тогда. Так, вижу пациента. Эх, бэдкатик не получился. Пишут, не зависит от оружия. В моем представлении зависит от оператора, конечно. От оружия это было бы странно, тем более. Как тогда новой казни продавать со скинами? Это враг был? Да вообще по херу. Ладно, надо играть нормально. Одного трубой забили, и заксушечки тоже кого-нибудь убить будет приятно. Где враги? Я не вижу, я не вижу. Ну а где реген-то? Говорят, реген. Ну хорошая карта, хорошая. Вот эти все балкончики. Black Ops и Cold War вообще отбили желание, ну да. Нет, можно по бете попробовать. Она норм. Если... Она лучше, чем мой АИМ, скажем так. Нет, ну похоже, карта немножко все-таки визуально деформируется. Спасибо, хоть на этом. Первое сообщение в чате. Рональд Реген. Ну это недооцененная шутка. Я сначала не понял, прочитал, понял. Рональд Реген. Да, у меня просто без обвеса. Да, в капец он улетел. Даже убежать не успел. Господи. Где это? Какой мы браво. АИМ. Я лихорадочно думал о том, что не переключиться бы на базуку. Нормально. Отвратить. Ну ладно, я фигней занимался. Короче, да, ребят, вот такая игра. Не знаю, что сказать. Смешная. Смешанные впечатления, но все-таки бета. Думал, хуже будет. Стрелять весело, мне кажется, это самое главное. Все остальное дело наживное. По крайней мере старых карт добавить. Мы вроде все посмотрели, поэтому. Можешь казни на ютубе почекать. Мы все еще проиграем. Я не знал, что сказать, а чел узнал. Блин, мне еще... Мне еще шесть уровней. Ну, может быть, там когда-нибудь еще доиграю, да. Клайморчик вон там появляется. Все как надо. Пулеметы непонятно зачем. Появилось разделение. Не, ну батл рай... Нет, были, были. Батл райфлы были. Были... Нет, или не было. Марксман точно были? Вот были ли батл и ассалт райфлс в разных категориях? Мне кажется, нет. Фаулт был как раз ассалт райфлом. Ну, то есть они добавили категорию, по сути. До скарточки не прокачались. И до эмочки не прокачались. Нужно больше дробовиков. Нужно больше пистолетов. Все будет хорошо, дорогие друзья. Иди поешь. Я пойду поем. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...